Мотострелки Северного флота провели учения с участием артиллерии и авиации. 23 апреля 2019 года ТАСС Мотострелки Северного флота провели учения с участием артиллерии и авиации. Зенитный пушечно-ракетный комплекс Тунгуска. Источник изображения – Антон Новодерешкин, ТАСС. Всего в маневрах было задействовано около 1000 военных и более 370 единиц техники. Мурманск, 22 апреля. Слеж-тас-слеж. Подразделение отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провели в Печенском районе Мурманской области учения по маневренной обороне и контратаке сил условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота. Учения проходили с боевой стрельбой танков, артиллерии при поддержке бомбардировочной авиации объединения ВВС и ПВО, говорится в сообщении. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданные районы занятия позиций для ведения обороны, выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения. На завершающем этапе учений мотострелки, используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли позиции условного противника, отработали тактические действия при верении оборонительного боя и перехода в контратаку с выполнением боевых стрельб. Экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Акация» выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника. Операторы комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот» уничтожили мишени, имитирующие боевую технику противника. Боевые стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время. Также было отработано взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации. Огневую поддержку с воздухомотострелкам оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Противоздушную оборону мотострелковых подразделений осуществили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», а также расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», «Стрела» и комплексов «РЭП». Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника. Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих с поля боя и оказание медицинской помощи в полевых условиях. В учениях приняли участие около тысячи военных, было задействовано более 370 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б-3, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, гусеничные бронетранспортеры, самолеты и вертолеты. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.